Ну, Наташа Поклонская переплюнула всех. Она в 22 года получила звание генерала, не служа вообще нигде. Будучи никем с нуля, она прыгнула в генеральские погоны. И вся страна, Россия, будучи на краю безумия, рука плескала Наташи Поклонской. А потом вы спрашиваете, почему мы так живем? Погоны за молодость и красоту. Друзья, давайте не будем завидовать, а посмотрим, как умные девчонки смогли устроить свою жизнь. Ведь не секрет, друзья, женщины во многом зависят от мужчин. Женщины умеют сделать своего мужчину, но женщины также и зависят от мужчины в социальном плане. Если молодые девчонки смогли построить свою жизнь вот так красиво, а народ-то все проглотил, то почему они должны испытывать чувство совести по отношению к народу? Нет, друзья, молодость есть молодость, и молодость должна давать свой результат. Кто сумел, тот и вскочил на коня. А не сумели вскочить на коня вовремя, во времена своей молодости, друзья. Оставайтесь под копытами того коня. Вас растопчут, конечно, и вы будете плакать, что у вас такая никчемная жизнь, что вам так тяжело живется, особенно когда уже вам 60 лет, друзья. Но ведь было время вашей молодости. Что вы тогда думали? Если вы тогда теряли голову, а не дружили с головой, то спрашивайте сами с своей головы. Не завидуйте и не злословьте девчонкам, которые сумели устроить свою жизнь правильно. В России отмечали женский праздник, который изначально был задуман как день борьбы за гендерное равноправие. О равных правах говорить рано, но в силовых структурах нашей страны есть дамы, которые не только догнали, но и перегнали по стремительности карьерного роста своих руководителей мужчин. Кто в молодые годы обзавелся генеральскими погонами в ведомствах Сергея Шойгу, Владимира Колокольцева, Александра Бастрыкина, Игоря Краснова? Какие препятствия им пришлось преодолевать на пути к высоким званиям? И какие скандалы сопровождали их непростое восхождение? Давайте разберем с вами белые звезды Шойгу. В Министерстве обороны форму и погоны, в том числе генеральские, носят даже гражданские. Единственное различие – звезды на погонах не золотые, а белые. Зачастую они находятся на плечах у представительниц прекрасного пола. Часть этих представительниц по скорости карьерного роста перещеголяла с самого министра Сергея Шойгу, хотя он стал генералом довольно рано, в 38 лет. Что интересно, звание генерал-майора он получил, будучи лейтенантом, то есть перепрыгнув пять ступенек. Дело в том, что в 1993 году тогдашний президент Борис Ельцин решил назначить Сергея Шойгу главой МЧС, а этот пост предполагал генеральское звание. Генералом армии Шойгу стал в 2003 году, в возрасте 48 лет. А его заместитель Татьяна Шевцова, которая пришла в Минобороны еще при Анатолии Сердюкове, получил аналогичный высшему генеральскому званию чин действительный государственный советник первого класса в 42 года. Впрочем, ответственность у генерала Шевцовой огромная, на ней лежат вопросы финансового обеспечения вооруженных сил России. Совсем другое дело Мария Китаева. Она с 2012 года работает советником Шойгу. Сначала в администрации Московской области, затем в военном ведомстве. Круг ее обязанностей на сайте Минобороны никак не обозначен. Между тем, в начале 2014 года президент Владимир Путин присвоил ей своим указом «Классный чин» действительного государственного советника третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майор. По данным из открытых источников, на тот момент Марии было 27 лет. Однако высокий чин и соответствующая ему зарплата – это не все, что подарила бывшей журналистке ВГТРК и телеканала «Звезда» служба Ушойгу. Как выяснили журналисты, родственник Китаевой мог получить весьма неплохую прибыль на покупке бывшего объекта Минобороны. Речь идет о комплексе зданий картографической фабрики в шаговой доступности от Кремля. Летом 2012 года военное ведомство приватизировало непрофильный актив, который почти на 100% стало собственностью кипрской компании. А спустя три года и офшор, и имущество фабрики выкупила другая фирма, также зарегистрированная на Кипре. Причем цена обеих сделок была существенно ниже рыночных – 3,3 миллиарда рублей. Вскоре комплекс зданий фабрики был снесен. На его месте вырос элитный жилой комплекс. Застройщиком выступила компания, одним из учредителей которой является Денис Китаев, родной брат Марии Китаевой. Кстати, секретом коммерческого успеха семьи Китаевой может являться и то, что ее спутником жизни и отцом двоих детей с большой долей вероятности является давний соратник Шойгу по МЧС, Подмосковью и Минобороны генерал-полковник Юрий Садовенко. Между тем, еще одна красавица в военном ведомстве, пресс-секретарь Шойгу, 30-летняя, россияна Марковская, за три года службы погон с большими звездами не получила. Хотя в сети ее называют генерал-майором. По данным официального сайта Минобороны, россияне присвоен чин государственного советника третьего класса, что в переводе на военный язык всего лишь майор. А вот коллега россияны из другого силового ведомства, официальный представитель МВД и помощник министра Владимира Колокольцева Ирина Волк уже год носит генеральские погоны. Специальное звание генерал-майор полиции ей было присвоено указом президента России 21 февраля 2020 года. Ирине было 42 года, на 5 лет меньше, чем Владимиру Колокольцеву на момент получения первых генеральских звезд в марте 2008 года. Интересно, что Ирина Волк могла стать генералом на полгода раньше. По данным СМИ, ее имя стояло в президентском указе от 11 июня 2019 года, но было вычеркнуто в связи со скандалом вокруг задержания журналиста Ивана Голунова, точнее, с публикацией фейковых фото, якобы найденной у него в квартире нарколаборатории. Кстати, в указе о 21 февраля 2020 года о присвоении генеральских званий фигурировало 6 женщин, в том числе Людмила Буланова, которая так же, как и Волк, занимает пост помощника Колокольцева. Но публичность сыграла свою роль и обсуждали в сети исключительно Ирину. Незадолго до этого имя Ирины Волк засветилось еще в одной истории об увольнении из органов МВД сержанта Татьяны Зимы, которая служила в конной полиции и прославилась после чемпионата мира по футболу в связи с фотографиями, которые разместили в соцсетях зарубежные гости Мундиаля. Юную и весьма привлекательную девушку стали приглашать в телеэфир в программы Ивана Урганта и Андрея Малахова. По ее словам, пресс-служба МВД в лице Ирины Волк отказывалась от участия в передачах от ее имени. Татьяна полагала, что причиной стала ревность официального представителя ведомства, которое до тех пор считалось самой знаменитой красавицей МВД. Намекала Татьяна Зима и на роль Ирины Волк в своем увольнении из органов, которое состоялось в сентябре 2019 года. Но, судя по всему, более веской причиной для отставки стало нелестное высказывание девушки о Владимире Путине, которое Татьяна разместила в Инстаграм после визита президента в ее подразделение. А недавно Ирина Волк снова засветилась в журналистских расследованиях. История касается элитного столичного фитнес-клуба «Феостен Доуэнли», который всегда нравился Ирине. Она даже описывала его в своих книгах. Недавно совладельцем клуба стал 74-летний актер Алексей Золотницкий, который три года назад перенес инсульт и до сих пор не избавился от его последствий. Журналисты полагают, что сделка была совершена в интересах сына Алексея Золотницкого Филиппа, которого якобы связывают с Ириной Волк близкие отношения. При этом после смены владельца клуба его персоналу в качестве новой хозяйки была представлена сама официальный представитель МВД, то есть Ирина Волк. Минувшим летом Ирину Волк догнала по чинам официальный представитель СКР. Указ президента о присвоении Светланы Петренко звания генерал-майора юстиции президента России подписал 11 июня 2020 года, когда ей было 45 лет. В каком звании в этом возрасте состоял ее начальник Александр Бастрыкин, выяснить не удалось. Известно лишь, что чин действительного государственного советника юстиции, это аналог генерал-лейтенанта, он получил в 49 лет в 2002 году. Что интересно, Светлана Петренко почти 4 года занимала должность руководителя управления взаимодействия со СМИ в звании полковника, но, судя по всему, очень хотела стать генералом. Об этом говорит весьма скандальная история, связанная с бывшим супругом представителя СКР. В октябре 2019 года в сети появилась информация о заявлении, поступившем в полицию от оператора телеканала Russia Today Александра Корюка, который ранее был женат на Светлане. Экс-муж обвинил Петренко в нанесении побоев, а также пролил свет на обстоятельства расторжения брака. По его словам, развод был фиктивным и инициировала его официальный представитель СКР именно с целью получения генеральского звания. Якобы стать генералом ей мешали ошибки в декларации о доходах, причиной которых становились многочисленные источники заработка мужа, и единственным выходом она считала исключение этой части семейного бюджета из официальных документов. По словам Александра Корюка, вскоре фиктивный развод стал настоящим, но когда он решил забрать свои вещи из некогда общей квартиры и договориться о том, как будут делить недвижимость, бывшая жена якобы напала на него и стала душить ремнем от сумки. Заявлению Корюка хода, судя по всему, не дали генеральские погоны Петренко. А в конце прошлого года ее бывший супруг скончался от ковида. Мешал, конечно. Но что же бывает, семейное дело это такой темный лес, друзья. Лучше иногда не вмешиваться. Официальный представитель генпрокуратуры, несмотря на фамилию, высоких званий не имеет. Во всяком случае информации о присвоении каких-либо классных чинов Анне Генераловой, возглавившей Управление надзорного ведомства по взаимодействию со СМИ, на момент издания приказа генпрокурора Игоря Краснова о ее назначении Анне было 33 года, и уже 10 из них она проработала в администрации президента. До назначения Краснова прокурором пресс-службу возглавляет генерал, но мужчина, Александр Куренной, а его предшественницей была Марина Гриднева, первый классный чин, соответствующий генеральскому званию государственной советник юстиции третьего класса, она получила в 2010 году. Официальных данных о годе рождения Гридневой в сети нет, поэтому сказать о возрасте, в котором она стала генералом, сложно. Но сам факт, что для этого ей хватило 4 лет работы в надзорном ведомстве, уже вызывает вопрос. На карьеру Марины Гридневой никак не повлиял тот факт, что имя не раз светилось в публикациях, посвященных рейдерским захватам. Речь идет об особняке на Гоголевском бульваре в Москве и об офисном здании в Белгороде, которое принадлежало компании Корз Сиз. По данным журналистов, за этими попытками отъема собственности мог стоять Артем Куранов, а силовое прикрытие осуществляли Олег Жуков, которого в медиа называют другом и даже гражданским мужем Марии Гридневой. Так, осужденный по делу о здании на Гоголевском предприниматель, Михаил Чернов в своих показаниях сообщает, что еще в 2010 году Жуков обеспечил ему встречу с Гридневой, а затем предложил покровительство со стороны Юрия Чайка и генерала ФСБ Ивана Ткачева на возмездной основе. В феврале 2016 года Мария Гриднева уже в чине, соответствующем званию генерала-лейтенанта, сменила пост главы пресс-службы Генпрокуратуры на должность старшего помощника Юрия Чайки по особым поручениям. Какие конкретно особые поручения имелись в виду, нигде не сообщается. А спустя почти 4 года, в декабре 2019 года, Гриднева попала в громкий скандал. В ее московскую квартиру на улице 1905 года пришла с обыском полиция при поддержке спецназа. Сначала сообщалось, что оперативная группа ворвалась к помощнику генпрокурора по ошибке. Якобы по данному адресу раньше проживал один из подозреваемых по делу о банде бывших спецназовцев ФСБ. После жалобы Марины Гридневой был даже уволен сотрудник УВД по ЦАО Москвы, не проверивший информацию о квартире. Между тем, как сообщал источник по СМИ, произошедшее было не недоразумением, а спланированной операцией ФСБ. Он пояснил, что чекисты выяснили, кто пользуется помещением, но не сообщили полиции. При этом Марина Гриднева была в злополучной квартире не одна. Там якобы находился некто из числа высшего руководства надзорного ведомства. Подставили, подставили высшего главу надзорного ведомства. Так надо понимать. Целью всей этой операции, по словам источника, была дискредитация Юрия Чайка. Не зря информация об обыске появилась в сети 12 января 2020 года, в день работника прокуратуры. А спустя 8 дней Владимир Путин освободил Чайку от занимаемой должности, предложив на его место кандидатуру Игоря Краснова. Внутренние разборки между собой, чек там происходил. Но потому и были возможны такие сногсшибательные операции. Буквально сразу же анонсировали и отставку Гридневой. Но, как сообщил по СМИ сотрудник генпрокуратуры, в январе 2021 года она не состоялась. При этом, по мнению прокуроров, пользы такой должности от человека без опыта надзора мало. А выходцы из Кремлевской администрации, которые теперь организуют работу пресс-службы, в советах Гридневой не нуждаются. Вот так живут молодые и умные девчонки. Или их краснопузый Бог поцеловал в одно местечко, в темечко или еще в другое, чтобы они были такие счастливые по жизни девчонки. Во всяком случае, за что-то их мужчины ценят. Причем мужчины очень высокого звания. И получают эти девчонки погоны в свои 20 с чем-то лет. 30 с чем-то. Ну, Наташа Поклонская переплюнула всех. Она в 22 года получила звание генерала, не служа вообще нигде. Будучи никем с нуля, она прыгнула в генеральские погоны. И вся страна России, будучи на краю безумия, рукоплескала Наташа Поклонской. А потом вы спрашиваете, почему мы так живем? Спросите себя сначала. Отчего вы рукоплескали Поклонской? За ее действия или за ее смазливые некоторые места? Вот об этом подумайте, друзья. А потом жалуйтесь на то, как вы плохо живете. А почему вы так живете? Спросите себя. Послушав вот эти мои речи, я Таня Карацуба, Сиитбурхан.